Добрый день! Добрый день! Добрый день! И Анастасия Давыдова, ведущий специалист отдела молодежно-политики и туризма, выше уже названного учреждения. Всем добрый день! Ну что, давайте начнем. Как я уже сказала, что городской молодежный форум прошел уже во второй раз. И в этом году тем, собственно, определил сам год экологии. Настя, давайте, наверное, с вас начнем. Какие, собственно, цели и задачи ставили перед собой организаторы, когда организовывали этот проект? Ну, конечно же, мы хотели организовать вновь форум городской молодежный. В прошлом году у нас был первый городской молодежный форум. Он очень положительно прошел. Хотелось бы организовать. Мы организовали, так как год экологии в Российской Федерации. Мы обозначили эту тему. Форум прошел с целью обобщить, опять же, на одной площадке активную молодежь нашего города в плане экологического просвещения. Нам это удалось. Помимо того, что мы их проинформировали, мы также научили еще и писать социально значимые проекты. И так как год экологии, наши проекты были разработаны по трем направлениям. Это эко-волонтерство, эко-просвещение и эко-туризм. Ну, вот форум такой был масштабный, как мы уже сказали. Проходил он в два дня. Сколько участников было задействовано? Это молодежь была в основном же, да? Да, молодежь была в проектной деятельности. Было задействовано около 50 человек. Вообще в форуме пришли гости, зрители. 100 человек, около 100 человек. Что за эти два дня успели какие мероприятия провести? Какие-то конкретные, может быть, темы, которые обсуждались так более глубоко? У нас была разработана программа форума. Все мероприятия по программе были реализованы. Это было и пленарное заседание. С целью чего мы его вообще проводили? Да, опять же, экологического просвещения. То есть все и гости, и участники активные, они смогли услышать для себя что-то новое, узнать. Вот Алина Сегеда, член молодежного правительства, рассказала нам о молодежных проектах. А вот сейчас мы у Алины спросим, да? Давайте, Алина, из первых уст. Какие проекты представляли вы, как член молодежного правительства? Что рассказывали нашим лабутнанским ребятам, которые участвовали в этом форуме? Ну, первый проект, который у нас считается как более основным, это «Экологическая карта» Маланининского автономного округа. Автор этого проекта Григорина, который у нас лабутнанский представитель. То есть было очень, ну, как сказать, приятно. Конечно, карта экологическая направлена на то, что все участники форума, то есть было своего рода носило просветительский характер. То есть было важно донести информацию, что есть такая карта, где она расположена и как ее пользоваться. Суть в чем, что... Да, да, кстати, многие, может быть, впервые сейчас слышат, что это за экологическая карта. Давайте напомним еще раз. Да, суть ее в том, что независимо от того, где ты находишься, с какой ты целью пришел в лес, может быть бы, ну, то есть это не обязательно уборка, да, какая-то территория. То есть ты пришел просто отдохнуть в лес и увидел, что есть какое-то скопление, да, свалка мы ее называем, да, это место мусора, которое не должно лежать в этом месте. Если ты очень занят, и у тебя там, например, два ведра грибов, и тебе некогда заниматься этим мусором, ты себе открываешь это приложение в телефоне, оно определяет твое местоположение, ты его отмечаешь как свалка. Она фиксируется, и потом ее находит и наводит в чистоту. Примерно так это должно выглядеть. И я знаю, что еще был второй проект, который тоже такой носит характер важности, я бы так, наверное, сказала. Называется он «Выбрасывать нельзя, утилизировать». Здесь, наверное, речь идет, я так понимаю, о таких опасных в своем использовании, вернее, да, эксплуатации, завершении эксплуатации батареек. Очень опасных, да, второй класс опасности, очень опасный класс отходов. Суть в том, что тоже, как бы хотелось, мы его можем собрать, поскольку батарейки это такой элемент, который находится в каждом доме, его несложно собрать. И решили, что мы будем все-таки их собирать, поскольку год экологии, и есть возможность, есть желание, есть люди, которые готовы помочь. Но это пока все на уровне задумок, идей, или уже, вот я знаю, что проект «Свалка» уже работает, да, мы сказали, что он уже запущен. Что касается проекта… Экологическая карта, да, запущена. Да-да-да, экологическая карта. Проекта, у нас утверждено уже положение, мы уже утвердили, есть положение… По батарейкам мы сейчас говорим, да? Да, да, положение у нас, ну, следующего рода, то есть мы совместно с департаментом тарифной политики, у нас есть разработанное положение, у нас организуется арк-акция, которая уже начинает свой официальный старт, ну, примерно, вам скажу, с мая месяца, то есть пока расставятся пункты сбора батареек, пока пройдет работа со СМИ, то есть, ну, где… Чтобы люди знали, что есть такие пункты. Да, да, да. Да, где они находятся. И основная цель того, что в городе Новом Урингое и ноябрьске будут организованы две такие крупные точки сбора, организации которой имеют соответствующее разрешение на сбор и вывоз этих батареек. Я думаю, что этот год экология знаменуется тем, что мы впервые вывезем с нашей территории. А география этих пунктов утилизации какова? Город Лабутнанги коснется? Лабутнанцы смогут такой пункт? Любое муниципальное образование имеет право принять участие в акции, только он самостоятельно будет решать, каким же он образом будет доставлять вот эти батарейки к основным пунктам. То есть без ограничения, пожалуйста. Мне уже звонили с приуральского района, то есть уже готовы ребята, добровольцы, они уже собирают свои батарейки. Вопросов доставки у них нет, только они интересовались, куда звонить, контактные номера телефонов. Процесс пошел, пока еще даже проект вроде бы не заработал. Желание, да, вроде бы как ничего, а желание уже есть, да, очень приятное. Саша, хочу вас спросить, как у ученого, вот действительно так все опасно с этими батарейками и просто есть необходимость в таких пунктах, это важно? Мне кажется, это категорически важная инициатива, очень нужная. И действительно, мне кажется, на первом этапе нужно широким массам людям объяснить, в чем действительно этот вред, потому что не очень многие знают. Да не то, что не очень многие, да не многие, наверное, да, большинство. Да, одна батарейка, какие там элементы и как они через пищевые цепи в конце концов попадают. А можно вот сейчас привести краткий пример? Вот выбросили мы батарейку, что происходит дальше? Если бы было у нас минут 40, я бы обязательно принял. Мне кажется, это отдельная работа, но действительно огромная. Ну хорошо, последствия какие батарейка может нам нанести? Ну, самая короткая цепочка, что те элементы, которые в конце концов могут попасть и в человека, и в животных, и в рыбу, затем не выводятся из организма, являются очень серьезными токсинами, и рак вызывают, и так далее, и так далее. И это катастрофическая проблема, которая растет день от дня. И здесь я опять про свою группу могу с гордостью сказать. Мы этой работой уже занимаемся более 10 лет. У нас, когда мы в тундре ездим, у нас очень много оборудования, которые используют батарейки GPS, автоматические фотокамеры, буквально несколько килограмм каждый год. И первые годы мы даже их отправляли в Норвегию или в Европу. То есть те коллеги, которые к нам приезжали, они у нас забирали эти батарейки, мы их не выкидывали ни в коем случае, ни в тундре, ни в Лабутнангах, они их увозили, представьте, за границу авиакомпании «Ямал» нашей знаменитой платили за перевес, но мы не засоряли, они увозили. Затем стали появляться у нас в больших городах, в Перми, Викатеринбурге, сейчас мы эти батарейки отправляем с нашими студентами. Поэтому я с огромным воодушевлением эту новость воспринимаю. Если будет возможность грамотно забирать их в Лабутнангах, в Салихарде, то мы непременно ее будем использовать. Телезрители, теперь вам стационар будут батарейки нести, примите? Да, стационар здесь вот мы только что обсуждали, да, здесь всегда проблема не имеет одного решения, какого-то политического или волонтерского, или какого-то другого, обязательно должно быть решение с двух сторон. Власти, правительство, администрация должны плохо спать, и у них должен быть плохой аппетит с тем, как бы людям сделать легче их собрать. Но и люди не должны сидеть на диване и ждать, что им в квартиру придут и заберут. Вот, кстати, таких людей у нас, мне кажется, все-таки в меньшинстве, потому что, судя по участникам форума, как молодежь стремится хоть какую-то внести лепту в то, чтобы все-таки состояние окружающей среды у нас на Ямале было на высшем уровне. И что еще касается, опять-таки, Саша, вопроса относительно информированности, не все побывали, да, на этом форуме, и вот тема вашего выступления была это современное состояние экосистем Ямала. Вот те, кто не в курсе, что же у нас за ситуация происходит, тоже вот, скажем так... Пользуясь случаем, я хочу раз еще поблагодарить организаторов, еще раз форума, мы всегда с энтузиазмом откликаемся и стараемся. К огромному сожалению, должен повиниться, что у нас не получилось поучаствовать в его работе, все два дня присутствовать по ряду объективных причин. Ну, тоже полезная лепта была, конечно. Но с удовольствием мы рассказали, надеемся, что много нового, и в принципе, ребята и вопросы задавали, и затем отзывы приходили. И мы очень рады, что люди хотят узнать больше о том, в каком состоянии находится экосистема. И хочу, если коротко говорить, то наша работа является не... целью является не защита окружающей среды, не охрана окружающей среды от каких-то загрязнений. Или там был вот доклад из Росприроднадзора, да, или с Департамента природного ресурсного регулирования. Но у нас о том, как на живую природу Ямала влияют современные двигатели изменений, такие, как изменение климата, такие, как оленеводство, такие, как растущее антропогенное присутствие, растущая численность в городах. И я думаю, там несколько слайдов, да, многие новые для себя узнали. Ну, скажем так, если сравнивать, может быть, наш Ямал с другими регионами, да, зная, что вы, ученые, уже путешествуете по свету, но можно как-то чуть-чуть хотя бы подуспокоить, что у нас не экологическая катастрофа, не приближаемся мы к ней. Понятно, что есть проблемы, но вот все-таки... Нет, есть проблемы, да, конечно, никакой экологической катастрофе, к счастью, пока речи не идет, есть проблемы, но я все-таки призываю еще жителей интересоваться тем, как же в динамике развиваются экосистемы, для того, чтобы нам в будущем смочь адаптироваться грамотно к тем изменениям, которые приведут или изменение климата, или загрязнение, или растущее антропогенное присутствие, или растущее стадо северного домашнего оленя и так далее, и так далее. С другими регионами, конечно, можно сравнить, я тоже на форуме говорил, если сравнивать с странами Западной Европы, то плотность там одного орнитолога, там один на 15 квадратных километров, а у нас один на 15 тысяч, пример, который я привожу. Ну, это очень хорошо, это значит, очень много работы у нас впереди, но с другой стороны, огромные пространства Красноярского права и Дальнего Востока российского, где плотность исследователей еще меньше, и это замечательно. Чем больше ребят молодых увлекутся исследованием окружающего мира, а это, по большому счету, единственная достойная цель существования человечества, тем лучше. Анастасия, основным направлением работы форума, в том числе, вернее, были и социально ориентированные проекты. Что из себя представляла эта, скажем, часть форума? Сколько заявилось участников? Сколько проектов было написано? И вот сейчас мы плавно перейдем к предвидетелю. Ну, я хочу сказать, что, если разделить, да, на две части, наш форум, это была именно просветительская часть, и вторая часть, это практическая, да. Конечно же, порадовали результаты, у нас вышло шесть проектов, к сожалению, время форумное было ограничено, поэтому проекты немножко такие, ну, недоработанные, да, сыроватые, если участвовать на... Ну, идея просвеживалась, во всяком случае, да? Вот о чем, какое желание изъявляли, чем хотели помочь участники, написав эти проекты, какие идеи были? На площадке экологическое просвещение у нас родилось, скажем так, четыре проекта. Это очень порадовало нас, так как молодежь захотела поделиться своими знаниями, которые они получили именно на форуме. Проекты это «Экобук», про отходы, замечательный проект, квест ко дню молодежи, разработали у нас молодые ребята в поисках зеленого кубка. Один проект по волонтерству, по влечению волонтеров еще. На площадке «Экотуризм» это экологический сплав, экспедиция. И ребята также на площадке «Эковолонтерство» разработали квест по экологии, тоже ко дню молодежи. Конечно, столько инициатив это радует. Это результат того, чего мы хотели получить от форума. То есть мы их просветили, сказали о том, что нужно заботиться об экологии, окружающей нашей среде, о здоровье человека в первую очередь. И тем, что они создали эти проекты, это тоже большой плюс. У нас была образовательная лекция, приезжали специалисты из города Салихард, они пошагово рассказали, как пишется проект по карте проекта. И то, что ребята ушли с готовыми проектами, очень хорошо. У нас определился также еще и победитель. Вот сейчас мы как раз перейдем к Наталье, да, она у нас, ее проект победил. Что касается тех проектов, кто не победил, я так понимаю, что все равно у них есть шанс, да, воплотить свои идеи. То есть никуда не денется это все полезное, наработанное. Да, мы согласовали, очень был хороший проработанный проект, учитывая те знания именно, которые получили на форуме студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Я думаю, этот проект действительно мы еще с ними обсудим, доработаем там определенные нюансы. И будет реализован он с сентября до декабря месяца с первокурсниками. То есть ребята, которые побывали у нас на форуме, они проведут для первокурсников-студентов, этот проект реализуют. Ну что ж, переходим теперь к нашему победителю конкурса проектов Наталье Негрюкова. Вам слово. Наташ, расскажите о своем проекте, откуда вообще появилась идея, что из себя представляет ваш проект и вот когда он заработает. В свою очередь я повторюсь, конечно, хотелось бы поблагодарить организаторов городского молодежного форума за такую насыщенную и интересную программу обоих дней. Оба дня были очень интересны и познавательны, как в теории, так и в практике. Проект по экологическому просвещению, Экобук, был доработан благодаря возможности пообщаться со специалистом в области социального проектирования. Это было очень полезно, многое на будущее взяла для дальнейших каких-то проектов. Вы заявлялись на конкурс проектов одна, да, то есть это ваш авторский проект или это командная была работа, вы просто представитель команды? Командная работа, нас было несколько, ну, представляла, защищала проект я. Проект этот уникальный, так как на данный момент в нашем городе еще нет таких мероприятий, которые бы просвещали молодежь, школьников именно через книги. Мы все-таки, я как сотрудник библиотеки, надеюсь, что в ближайшем будущем мода на книги, если можно так сказать, будет расти, и люди будут чаще и больше приходить в библиотеки. И благодаря тому, что сейчас у нас год экологии, год проектных решений, то есть проект именно по созданию мероприятия, обзора экологических книг был очень актуален. То есть суть проекта вашего в том, чтобы создавать какие-то, да, источники литературные, книжные и просвещать малышей. Возраст ребятишек у вас ограничен или тут наш урокий круг? Мы писали этот проект под школьников 11 лет, то есть это четвертый класс. Мы для них организуем мероприятие, зовем гостей, которые как раз-таки занимаются вопросами экологии. Проводим обзор книг по экологической направленности, мастер-класс, посвящаем детей знатоков экологии. То есть даем им такой достаточно большой объем знаний, и как практических, так и теоретических, чтобы они впоследствии могли встать на сторону экологов, людей, которые стараются продвигать экологические знания. Мы вас поздравляем с победой. Очень отрадно, что такой проект есть теперь в нашем городе и будет, и разработает. Я думаю, что все получится у вас обязательно. Алин, кстати, что касается работы с детьми, если я не ошибаюсь, то во время одной из ваших презентаций вы предлагали ребятам разложить мусор по классам отходов, чтобы понять, насколько ребята ориентируются. Вот скажите, насколько грамотны в этих делах наши молодежь, насколько они понимают, какие опасности у того или иного вида отходов? В Лапутнанках у нас вышли уже, так скажем, бывалые, которые мусор собирают, ну то есть из года в год, поэтому из них был только один волонтер. Я же правильно поняла, да? То есть двое было из вот этой добровольческой организации и один, так скажем, начинающий. Разобрались ли? Ну, как вам сказать, мусор, который я собрала, он тоже был не просто мусор. То есть если там была банка, например, с краской внутри, была просто банка. То есть нужно было догадаться, если это банка с краской. Значит, это уже опасные отходы относятся, если это банка простая, без краски. Следовательно, это четвертый, пятый класс отходов, это не опасно. Но они справились с заданием. То есть все подвохи нашли, молодцы, мне понравилось, было весело. Саш, ну вот что касается опять-таки сортировки мусора, тут в порядке такого, да, обучения было проведено, дети справились. А вот взрослые ведь даже не все, да, понимают, что мусор-то сортировать. И это тоже проблема, кстати, экологическая, правда ведь? Более мечта, ну конечно. Мечта экологов, когда начнут сортировать мусор. Это не обязательно экологов, всех образованных людей, которые читают книги, не проходят, у которых мода, и когда у нас наконец уже в городе откроют один книжный магазин, да, кроме библиотеки. Много очень мы про мусор говорим, и очень много, я вот, кстати, думаю, что у меня такое впечатление, что молодежь очень много, надо перерабатывать, надо перерабатывать, всегда мы заходим только с одной стороны. Надо построить, опять, должен кто-то нам построить завод, должны там все перерабатывать. А мы должны пока подождать, да? В один мешок кидать, так все, и это. Ну, что говорить, у нас даже проблема самая большая, что у нас нет крышек на этих баках даже, например. То, что мы в одно все сваливаем. И если мы построим замечательные супернационные фабрики, как в Норвегии или в Канаде, завтра у нас в Лабутнангах они будут простаивать. Вряд ли все будут сортировать мусоры и нести по разным бакам. Конечно, потому что нужно воспитывать эту культуру, нужно воспитывать культуру внутри семьи, внутри людей, что есть органические, неорганические, стекло, бумага и так далее. А вот я, кстати, знаю, что ваша команда ученых во время экспедиции именно так и делает. Саш, давайте расскажем, муси-то будет положительным примером. Я расскажу отрицательный пример, в смысле отрицательный в силу того, что есть, потому что дома мы этого не делаем. Когда мы живем дома, мы все так же в один бак пихаем. А когда мы в тундре находимся, да, действительно мы гордимся. Вот наша Яркута, которая очень серьезную нагрузку на себе несет. Вот в этом году у нас запланировано так называемые 650 человекодней. Это то же самое, что один человек проживет больше двух лет в тундре, например. И мы в буквальном смысле ни одного грамма мусора там не оставляем. Мы сортируем его на то, что можно сжечь без большого стресса для окружающей среды все бумажные отходы. Причем, если это коробка картонная, мы даже скотч с ней убираем, чтобы его не сжигать. То есть тогда тошно прямо сюда? Да, потому что он синтезирует при сжигании пластика, синтезирует гораздо более тяжелые там всякие углеводороды, которые гораздо более загрязняют окружающую среду. Коробки сжигаются, весь пластик, весь металл мы везем обратно в Лабутнанги. Консервные банки закапывают? Да, нет. Вот именно, что их мы первые действиями тоже закапываем. Вот давайте приближим, скоро же весна, все пойдут на природу. Давайте вот воспользуемся случаем, объясним, консервные банки, куда их? Их нужно все только в мусор. И очень многие люди смеются надо мной и говорят, что ты дурью матч все равно на Лабутнангах так же на полигон выносит и так же их там закапывают. Я говорю, конечно нет. Я налогоплательщик заплатил налоги и наша администрация города декларирует то, что у нас есть утилизация какая-то каким-то специальным образом. На полигоне таким образом я эту свою ответственность передаю на них. То есть моя задача мусорную банку не закопать, а до мусорки и там ее утилизировать? Ни в коем случае не закидывать. И самое ужасное это видео, к нам, конечно, с меньшей степенью относится. Видео недавно в Ютьюбе было, полгода назад, наверное, на острове Врангеля в заповеднике. Там сейчас тоже активность, к сожалению, и военную базу строят и так далее. И вот эти же банки там жили, закапывали где-то мусор. И медвежонок один лизнул и ходил с этой банкой, прилипший к языку несколько дней. Там вызывали команду ученых, его обездвиживали, мать. Но серьезная, огромная, многомиллионная операция ради того только, что банка... Ну, зрелище, конечно, ужасное. Кто-то выбросил банку. Кстати, еще раз уж мы о примерах заговорили, воспользуюсь этим случаем. Есть удивительный пример, как одна банка из-под Кока-Кола, выброшенная в городе Лабытнанге, может убить какое-то крупное животное, если я помню. Саша, давайте уже приведем пример, чтобы все знали. И консервные банки нельзя закапывать. Я уже не помню, Лена, что это за пример. Я помню самый ужасный, что мне больше всего можно через телевидение обратиться, когда на дороге бутылка стоит стеклянная. Когда люди проезжают, вот так остались. Ужас, это в какое место можно этому человеку засунуть, кто так делает? Кошмар какой. А для чего это делают? Не спрашивайте меня. Без культуре, без грамотности? Я не понимаю, как некоторые иностранцы приезжают, что ты начинаешь объяснять. А вот, кстати, с той же пластиковой посудой сейчас тоже весна, все пойдут на природу. Пластиковую посуду куда? Катастрофа. Не покупать пластиковую посуду. Не покупать вообще ее? Ни в коем случае. А вы, ученые, во время экспедиции не пользуетесь пластиковую посуду? Мы все еда или железная, или многоразовая. И это тоже ужасный уровень развития современного общества у нас в городе, у нас в стране. Например, во Франции в прошлую весну запретили по стране продажу пластиковую посуду. Запретили, ее нельзя продавать. Мы, например, заходим на оборот в магазин. И радуемся, набор упакованный, готовый. Вот она вообще классно. И стаканчик, и тарелочка, и вилочка. Как хорошо. А мы все потом забрали и убрали. Ужасно. Пожалуйста, не покупайте. Не ленитесь мыть посуду. Пожалуйста, не покупайте. Даже когда вы в походе. Ну какая полезная информация. Вот буквально за несколько минут эфира я представляю, сколько на форуме было всего полезного. Да, Настя? Я так понимаю, что-то и этим ведь не ограничивается. Год экологии продолжается, и у вас впереди, в перспективе, очень огромное количество мероприятий. Вот, к примеру, наша Наталья, которая победила в конкурсе проектов в августе или в сентябре. Да, Наталья? Вы, я так понимаю, отправляетесь в Болгарию тоже для участия в молодежном форуме. Но как раз таки... Я буду защищать этот проект на конкурсе грантов. Я думаю, что как раз таки этот опыт полезный, он мне там пригодится. Возможно, будет еще какой-то проект, который пойдет с этим. То есть у вас уже есть планы, да? Да, и сейчас, допустим, этот проект по экологическому просвещению Экобук, он является частью программы «Читающий город», над которой мы сейчас тоже активно работаем. И надеемся его в течение года этого и начала следующего реализовать полностью. Очень нравится уточнение, что в начале следующего, что не ограничится эти мероприятия именно этим годом экологии, да? Что закончится год экологии, забыли, до свидания и над чем-то другим работаем. Очень здорово. Настя, все-таки по поводу мероприятий. Все, конечно, не перечислили, но вот какие-то опорные точки, акценты, которые... Ну, я хочу сказать, что на самом деле наш форум муниципальный, это лишь всего старт форумной кампании 2017 года. Форумная кампания продолжается. У нас будет форум «Утро Уральского федерального округа», на котором также будет затронута тема экологии. Я думаю, наши гости тоже посетят его. Уже предложения такие поступают. В дальнейшем это будет международный форум «Байкал». Он посвящен конкретно году экологии и водным ресурсам сбережения, именно водных сбережений. Также форум «Территория смыслов на Клязьме». И во всех международных и всероссийских форумах тема экологии будет, тем не менее, где-то затронута. Давайте еще раз напомним и оповестим тех, кто, может быть, не участвовал в форуме городском, но вот желая попасть на форум другого уровня, есть же шанс для этого, что нужно сделать. Вот сейчас, может быть, какая-то тоже инициативная молодежь нас слышит и тоже захотят навести порядок и что-то сделать полезного. Еще раз скажу о форумной кампании 2017 года. Есть сайт «Росмолодежь России». Нужно его посетить, либо набрать просто в поисковике «АИС молодежь России». Если вам от 18 до 30-35 лет, то у вас есть замечательный шанс попасть на форум. Вы заходите в систему «АИС молодежи России», регистрируетесь, выбираете карту мероприятий, просматриваете их все. Там есть наши муниципальные мероприятия, акции, форумы, которые мы проводим, окружные, региональные, международные, всероссийские. Вы выбираете, регистрируетесь, заполняете анкету. Если есть задание, вы его выполняете. Если нужно прикрепить проект, вы его разрабатываете, социально значимый. Молодежь, которая побывала на нашем форуме, повезло. Уже теперь знают, как это делать. Они уже знают, как это делать. Это не так сложно, как кажется. И в дальнейшем с вами связываются специалисты, если вы успешно проходите отбор. Департамент молодежной политики. Они формируют заявку, спонсируют ваше пребывание, билеты оплачивают до места прибытия и обратно. В надежде на то, что вы получите там знания, молодежь, реализуете, приедете свои идеи здесь. И, конечно же, еще надеяться на то, что получите грант на реализацию своей социально значимой идеи проекта. Финансово можно подкрепить свои задумки. Говоря о проектах и вообще мероприятиях в рамках Года экологии, они же бывают разного масштаба. Бывают локальные, как у нас, бывают даже личного уровня. Алина, я к вам хочу обратиться. Я знаю, что вы недавно участвовали в покорении вершин Раис. Это тоже было мероприятие, посвящено Году экологии. Впервые это сделали? Да, я впервые. Экология — это же тире здоровья, можно поставить такое равнозначное понятие. Как сходили? Как сходили, какие эмоции? Мне понравилось. Впервые я вообще ехала на треколе. Знаете, я давно уже живу здесь, в этом регионе, с 7 лет. Но впервые я ездила на треколе по внедорожнике. Это было очень интересно. Мне нравилось, как мы застригали, как нас вытягивали. Это было все так захватывающе. Свежим воздухом подышали. Да, мы взобрались на гору. Очень было сложно в том плане, что не ожидал, что понадобится столько силы. Вроде бы столько людей, спасателей все есть, но было очень сложно, потому что был ветер. Как-то вот снизу смотреть на гору, и она завораживает. Поднимаешься туда и понимаешь, что надо быстрее вниз спуститься. Вот сейчас там красивая картинка, все белоснежно, да, Саша? Вообще вот в наших горных, скажем так, районах чисто. Наверное, в те места вы-то не добирались, у вас более масштабные такие, да, в другом направлении поездки. В Полярный Урал? Да, да, да. Нет, почему? Там тоже очень много экспедиций работает, и мы регулярно ездим по поводу наличия огня. В горах можно встретить какой-то мусор, вот, я не знаю, что, у подножия горы? Да, к сожалению, можно встретить его очень много, но чем дальше в городе, тем меньше мусора. В принципе, меньше, потому что меньше людей просто забирается. По дороге на Октябрьский, наверное, больше у нас, чем, или там на причале. Конечно, чем меньше людей, тем меньше мусора. Но еще к Алине хочу обратиться к таким вопросам. Приоритетным направлением, да, форума, и в том числе молодежного правительства, является вовлечение молодежи и в волонтерскую деятельность, да, и в занятия спортом. В том числе, я так понимаю, что вы работаете и с ребятами, которые находятся в социально опасном положении. Вот вообще, насколько молодежь активно и откликается на подобного рода мероприятия, проекты, что-то тоже инициирует, предлагает, взаимодействует с ребятами, с верстниками из других городов, вот, как, в частности, гости из Тельхарда приехали к нам на Лабутнанский форум. Ребята между собой, ну, вообще, как в молодежном правительстве заведено, то есть, если кто-то что-то организовывает, то мы обязательно идем ему на подмогу. То есть, если он это делает в своем городе, и есть необходимость, и видим результаты, мы это все проектируем на наши муниципалитеты. То есть, если кто-то один делает, то мы делаем все это вместе и, так скажем, в каждой точке почти одновременно. Завершается, к сожалению, наш эфир буквально, вот, Саша, не могу никак от вас отстать. Я с удовольствием. Вот, только просто всего полезного хочу услышать, вот так, под занавес. Этот год обещает быть, ну, скажем так, годом экологических реформ, да, там планируется такая существенная, существенный пласт изменения законодательства и в сфере экологии, и там, в водном, и лесном, и земельном кодексе. А действительно ли наши законы так несовершенны, что требуют доработки, корректировки именно в части экологических проблем? Елена, к сожалению, я так не очень сильно разбираюсь, я не очень в курсе масштабных инициатив по поводу изменений. Единственное, что я знаю, что, в принципе, во всем мире наблюдается такой тренд, и Ямал-Ненецкий округ со своим управленцами, с губернатором и с правительством не стоит в стороне, и растет по всему миру количество охраняемых территорий, природных, национальных парков, природных территорий. Там абсолютный чемпион Гренландия, конечно, у нее там три четверти Гренландии, национальный парк, хотя там один голый ледник, но вот они так геополитически позиционируют. У нас недавно, вы знаете, создали новую землю, земля Франции Иосифа, это под руководством президента, и Ямал здесь шагает в ногу, вот недавно опять Сынская-Ойкарская территория и Ямальский комплексный заказник, и, в принципе, может быть не совсем еще достаточный, но меры по увеличению штата Егерей, по увеличению научных исследований и интенсификации в этих районах они ведутся, и это можно только приветствовать, и вообще, если говорить о годе экологии, конечно, здесь любая шумиха, в хорошем смысле слова, на пользу идет. Конечно, чем чаще это будет упоминаться, чем чаще людей будут отвлекать от каких-то других искусственно навязанных проблем, а привлекать их внимание на защиту окружающей среды, на изучение дикой природы, тем лучше. Ну, я так полагаю, что у вас, вы большие надежды, вы ученые, большие надежды возлагаете на это? Мне кажется, да, мы возлагаем на каждый год, потому что иначе без этого оптимизма нам просто работать будет невозможно. Мы возлагаем надежды, но посмотрим, сбудутся или нет. Ну что ж, я думаю, этот форум тоже порадовал ученых, потому что была хорошая возможность и самим что-то рассказать и увидеть, что есть вот отклик, и ребята тоже стараются. Спасибо большое всем за эфир. Друзья, ну что, год экологии в России успешно продолжается. На 2017 запланировано очень много природоохранных мероприятий. Вот, к примеру, в этом году в нашей стране планируется создать 7 национальных парков, 2 государственных природных заказника, 2 федеральных заказника. Будет рекультивировано более 20 полигонов бытовых отходов. В десятках регионов будут открыты новые мусоросортировочные мусороперерабатывающие комплексы. Будем надеяться, что вдруг это коснется и нас. Во всех регионах страны будет продолжено внедрение системы сбора ратурисодержащих и опасных отходов, о чем мы, собственно, сегодня и говорили с Алиной про опасные батарейки. Также планируется восстановить 800 тысяч гектаров лесов на территории нашей страны. Продолжится выполнение программ по заселению в естественную среду таких редких видов животных, как европейский зубр, передний азиатский леопард и лошадь Пржевальского для создания новой популяции. И в этом же году в год экологии запланировано издание нового тома Красной книги России в раздел «Животные». В общем, планов огромное множество. И вот радует, конечно, тот факт, что в этих мероприятиях участвуют не только специалисты, но и добровольцы. Среди волонтеров очень много молодежи. Форум это показал. Молодежь прилагает все силы, чтобы сделать нашу планету чистой. Друзья, не будьте равнодушны и вы. Присоединяйтесь к этому хорошему масштабному делу. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что провели это время вместе с Лабутнанским телевидением. Программа «Точка зрения» прощается с вами ровно на одну неделю. Увидимся на канале ЛТВ. ЛТВ.